Все, всем привет, дорогие друзья! Значит, мы начинаем наш традиционный урок в 10.00. Собираемся, да, собираемся и продолжаем изучать книгу Мишли. Уже на сегодня 99-й урок, представляете? 99-й урок подряд. Что это значит? Мы уже прошли почти полкниги. Почти полкниги. И сейчас на 14-я глава, 4-й отрывок. 4-й отрывок. Значит, я думаю, что мы начнем идти сейчас чуть быстрее. Так, мы проходим 3 отрывка за урок. А я сейчас планирую, за следующей неделе, чтобы мы проходили 4 отрывка. И чтобы мы за 200 уроков, еще 100 уроков прошли всю книгу Мишли. И тогда вообще отлично будет, представляете? Книга Мишли, если ее изучить, да, изучить, то что мы получим? Давайте посмотрим, что мы получим, если изучить эту книгу. Вернемся к началу. Нам царь Соломон тогда сказал в первой главе же. Он говорит, я эту книгу для вас создал для того, чтобы ледат, хохма, умусар. Для того, чтобы вы познали хохму, божественное знание. Познали, познали, как мы видим явно какие-то вещи в этом мире. Также, изучив эту книгу, мы познаем божественное знание. Представляете? Вемусар. Мусар – это система управления, которая позволяет управлять телом и эмоциями, для того, чтобы поставить их на службу вот этому божественному знанию. И льявин, и брейбина. И мы также научимся понимать слова бины. Бина – это логика. То есть мы научимся понимать вещь из вещи. И найдем мусара скельную и так далее, и так далее. Можно вернуться, чем удобно. Можно вернуться к первой главе и повторить, посмотреть, что там написано прямо в первых отрывках. Царь Соломон нам дал такое, знаете, приветствие и объяснил, зачем учить эту книгу, и что мы из нее получим. Прямо первая глава, первых несколько отрывков. А сейчас у нас уже 14 глава. И мы двигаемся к 14 главе. Значит, тут он уже как бы, 14 глава уже полкниги пройдена. И он уже рассчитывает, что мы уже профессионалы, что мы уже понимаем многие термины, разобрались, что он имел в виду. Ну, то есть идет накопительным эффектом, да. Это очень важно, когда человек, когда он что-то учит, чтобы он повторял. Потому что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. И каждый раз, как бы встречаясь с новым отрывком, который, он базируется на старом, если ты старый не понял и не помнишь, то ты каждый раз как будто бы начинаешь с самого начала. Итак, значит, 4 отрывок 14 главы. Он говорит так. Бэээн алафим эвус бар. Если нету быков, то хлев, в котором они стоят, эти быти, он пустой. Непонятно тоже, да, вообще. Пустой, то есть эвус этот, это там, где хранили урожай. И там же и быти стояли иногда. И, значит, он пустой этот. Эвус он бар, пустой. И много урожая от силы быка. Загадка какая-то. Непонятно, да, что имел в виду царь Соломон здесь. Вообще непонятно. Но, слава богу, есть у нас мудрецы Торы, которые знали всю Тору. Именно знали всю Тору. Малбим, с помощью которого мы изучаем Мишлей, он написал до этого комментарий на всю Тору. И он поэтому каждое слово, каждый нюанс, он понимает. И он помнит как раз все, что было написано, потому что он не как мы. Он кроме Торы ничего не изучал. Он изучал только Тору. У него была голова, заполнена только божественным знанием. И он нам поэтому объясняет. Он говорит, смотрите, алуфим, то есть здесь используется, наверите, два разных слова. Используется слово алуф, используется слово шор. Он говорит, вообще есть просто бык. Бык это шор. И если он просто бык, то какая от него польза от быка? Он никакой пользы. Он просто, ну, дикое животное такое, да? Бык. Теперь, значит, если быка сделать алуфом, алуф это обученный бык, которого обучили пахать. В него можно запрячь плуг. И он может тогда пахать землю. Алуф также может не только плуг таскать, он может еще возить на то время огромные теледи и так далее. То есть алуф это обычный, обученный бык. Вот обычный человек, который, как он родился, да? Он бык необученный. А если он чему-то обучился, он стал обученный бык. Теперь, если мы берем необученного быка, какая от него польза? Никакая. Он только жрет урожай. Он только, ну, то есть он, ну, только развлекается там, ему корова нужна постоянно. И это необученный бык. Теперь, если мы возьмем быка и обучим, от него огромная польза будет, да? Теперь это в этом отрывке намек на человека. То есть человек, который не изучил Тору, который не понимает, зачем он живет, который не живет ради того, чтобы подняться на высоте духовный уровень. Он просто бык, такой необученный бык, который живет для того, чтобы получать удовольствие только этого мира. То есть единственное его стремление, это побольше есть и побольше получать удовольствие в этом мире. И тогда получается, что урожая никакого нету. От него пользы никакой нету. Ни миру, ни людям, ни Богу, вообще ничему. Понятно, да? Теперь, если мы рассмотрим жизнь человека, с точки зрения, есть разница между человек, это тот, который вышел на духовный уровень, и животное, это человек, который считает себя обезьяной, развитой, то, когда человек становится человеком, и он набирает духовного вот этого урожая, то когда, говорят, что когда человек умирает, то счастлив тот, кто пришел туда, в это алмудоба ядо, и его учения в его руке. То есть он, он свой интеллект, он себя создал духовным человеком, и он наполнил себя заповедями, наполнил себя торой, то есть он, получается, много урожая от силы быка. То есть он взял физическую силу и перевел ее в духовную плоскость. Поэтому очень интересно, когда, например, есть известная история, как был такой раби Йоханан, и он был великий мудрец, раби Йоханан. И был Раиш Латиш, Раиш Латиш, он был главарь шайти разбойников. И как-то Раиш Латиш со своими разбойниками шел по берегу Рити, это в Талмуде рассказывается, и он увидел, увидел очень красивого, красивую голову в воде, да? Тут интересно, что раби Йоханан был без бороды. И он, значит, плавал в рете. И Раиш Латиш, он видел, а он был бык необученный в тот момент, да? И он видит, такая красивая голова в воде плавает. Он думает, сейчас я, значит, займусь этой головой. И он перепрыгнул эту реку. Перепрыгивает он эту реку прямо с разбега. Он был такой очень здоровый, крепкий, ну, главарь разбойников в то время. Значит, видит мужик, это оказался Раиш Латиш, это оказался Раиш Латиш. А Раиш Латиш, он был очень толстый. То есть он, когда всплыл, оказалось, что там только голова красивая, а он был очень толстый, рассказывает Талмуд. И Раиш Латиш ему говорит, э, говорит, такую бы красоту, говорит, женщине, вот это... А раби Йоханан, он был же не просто красивый, он был очень умный, он знал всю Тору. Он говорит, э, говорит, такую силу бы в Тору, взять бы твою вот эту бычью силу и направить ее на изучение Торы, так сколько было бы пользы. Значит, и тут раби Йоханан, что такое логика? Логика, мышление, да, это то, что бина, вот это качество бина, понимать вещь из вещи. Он сразу просчитал всю ситуацию, он говорит, Раиш Латиш, слушай, говорит, у меня сестра есть, она еще красивее, чем я. Если ты такой падки на женскую красоту, так, говорит, отлично идея, отлично идея. Отлично идея. Значит, говорит, давай я выдам за тебя замуж свою сестру, а ты, значит, обещаешь мне, что ты садишься и оставляешь эту шайку разбойников, и садишься, начинаешь учить Тору, то есть ты выходишь из мира зла в мир добра. А есть такое еще выражение в пророках, что Амутси якар мизолель кипитихье. Значит, тот, кто вытаскивает драгоценное из мусора, как он скажет, так будет. То есть самая большая вообще в мире есть, заповедь это взять зло и перевернуть в добро. И тот, кто сумел вот такого злодея перевернуть, как он скажет, так будет. Как он скажет, так будет. То есть он скажет, Бог сделает. И Раби Йоханнан увидит такую уникальную возможность, и он ее тут же использует на месте. Рэйш Лайтиш говорит, что такая же красивая, как ты? Он говорит, красивее, чем я. А ты мудрец Раби Йоханнан, да, мудрец, я тебя там, то есть буду сам обучать, продвину все. Он говорит, я согласен. И он хотел перепрыгнуть обратно, чтобы забрать свою одежду. И прыгает обратно, не долетая до середины реки, падает в реку. У него уже сразу половина сил ушла в духовную плоскость. То есть когда он уже принял решение стать духовным человеком, то его вот эта бычая сила, она уже перешла в новое качество, в духовное. И он потом начал учиться, начал он учиться у Раби Йоханн, она очень быстро стал великим мудрецом. И дальше там продолжение, очень драматическое продолжение истории их взаимоотношений. Прям реально интересно очень. История, концовка ее вообще непонятная. Она показывает, насколько велика сила Торы, и насколько непонятно, как она, вот как она преломляется. Ну, давайте я расскажу эту историю. Значит, Решлайтиш начинает учиться у Раби Йоханн. И он очень сильный, и он очень быстро, он поднимается по ступеням Торы, и буквально через несколько лет он становится великим раввином тоже. И Раби Йоханн с ним учится вместе в Хевруте, то есть вдвоем, да, он его вначале обучал, потом он уже стал его как партнер в изучении Торы. И вот однажды они изучают одну мишну, о том, как, с какого момента принимают разные виды холодного оружия духовную нечистоту. Там, Тумата, Ара, есть разные законы, такого уже как высшая математика, более высокого уровня. И, значит, Решлайтиш, у них зашел спор вокруг штыка какого-то, вокруг клинка, вокруг меча, серпа, ну, то есть разные виды холодного оружия. И вообще у них зашел спор, с какого момента принимают они духовную нечистоту, очищаются, закаливаются. В общем, какой-то спор у них был. И Райби Йоханан ему говорит, Раиш Латишу, говорит, ну, конечно, грабитель свое ремесло, оружие своего ремесла знает. Ты в холодном оружии лучше, чем я разбираешься. Он его как бы подколол, обидел, что тот был когда-то грабителем. Теперь Раиш Латиш ему отвечает. Говорит, а что я выиграл вообще, когда в Тору пришел? Я что тогда был главным только у разбойника, что сейчас я там раввином стал? Ну, как-то он ему тоже некрасиво ответил. Да, ну, причем это было не сильно, как бы, некрасиво, но он как-то Раби Йоханана он обидел. И Раби Йоханана, написано, обиделся. И Раиш Латиш заболел. И он заболел, Раиш Латиш заболел, и начинает он умирать. Приходит родная сестра к нему, к брату, к Раби Йохананану, и говорит ему, говорит, помолись за него, чтобы он выздоровел. Он говорит, а, чтобы он выздоровел, я же останусь вдовой. Раби Йохананан говорит, Бог заботится о вдовах. Она ему говорит, а дети у нас же, дети сиротами останутся, да, племянники твои. Он говорит, Бог любит, сирот тоже, Бог обо всех позаботится. Здесь это, он говорит, это не мой, вообще не мое дело. Значит, Бог разберется в его мире. Отсадите, вот, сделай свою волю, как волю Бога, чтобы Бог выполнил твою волю, как его. И он решил не вмешиваться, Раби Йохананан. В общем, он не вмешался, и Раиш Латиш умер. Он умер. Раби Йохананан расстроился тоже очень сильно. Не просто он расстроился, он порвал по нему одежду, как по своему учителю. Он, значит, он реально расстроился сильно. И прямо мудрецы начали сильно переживать, что он вообще прямо, ну, у него просто поехало мировосприятие. Значит, они ему дали другого, самого крутого мудреца, чтобы он сел с Раби Йоханананом учиться. Раби Йохананан говорит там, вот так-то, так-то надо понимать это место в Торе. Тот говорит, отлично вы сказали, и приводит 24 доказательства, что это именно так. Раби Йохананан ему говорит, то, что я отлично сказал, я и сам знаю. Мне, говорит, твои доказательства не нужны. Когда я что-то говорил, Раиш Латиш мне задавал 24 вопроса, и я ему давал 24 ответа. И так Тора развивалась. А ты мне говоришь, что я красиво сказал. Да я сам знаю, что я красиво сказал. И он еще начал больше страдать о потере, которая с ним произошла. И он от страдания тоже умер. Сошел с ума, говорят. Можно? О чем был спор Раиш Лакиша? Это сейчас нам абсолютно не важно. Это для профессионалов. Это важно. Нам не важно. Не, они про железо не спорили. Это было про ноха. Нам не важно сейчас это, да. И, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, мы поняли, что физическая сила, если она переведена в духовную силу, от нее есть большая польза. Если физическая сила, она не переведена в духовную силу, то это остается человек быком, как был быком, так быком и остался. Теперь дальше. Пятый отрывок. Значит, свидетель, эмуним это доверенный, да, который эмуна, это вера, это тот свидетель, который говорит правду. Эт эмуним, ло и козев, он не обманывает, не искривляет. Козев это такая вещь, которая, чем она отличается от шетера? Шетер это явный обман. Козев это искажение. Вот даже корень похож. Козев исказить. Да, значит, вот этот вот свидетель доверенный, он не искажает истину. В эяфиях гзавим, а тот, кто все время дает вот эти вот искажения истины, да, Эт шетер, он свидетель обманный. Теперь, что это значит? Вот есть люди, которые называются аншеемет, люди истины, которые, они понимают, что любое описание мира, оно уже само по себе является искажением мира. То есть, любое описание. Когда я описываю любую, например, вот я только что читал, Рафшим Шанпинкос, он говорит, есть люди, которые трактуют псу-тим. Он говорит, мы не можем трактовать псу-тим. То есть, стора, она настолько многогранна, настолько она неоднозначно трактуемая, что когда человек говорит, вот так вот надо это понимать, он уже в любом случае искажает. Потому что это можно понимать 25 разными вариантами, кроме одного. Теперь, были такие люди, которые назывались аншеемет. Вот я больше всего запомнил описание людей истины, которое я слышал от Рафбинсона. Он рассказывал, что когда он еще был молодой, они жили в Казани, потом в Таштенте, он учился у стариков таких вот, тех поколений, которые были еще там, ну, учились еще в Ешивах до революции. И он говорит, вот это были люди, что такое люди истины. Вот он заходит с улицы, на улице идет ливень, такой гром гремит, ну, то есть, он мокрый заходит. Его спрашивают, что дождь на улице? И он отвечает, когда я был на улице, был дождь, сейчас я не знаю. Прошла минута, как он зашел, но он не хочет искажать реальность. Он не может сказать, что там дождь, он не знает, он сейчас не на улице, он сейчас внутри дома. Может, он закончился, может, ну, там, всякое. Потому что, когда я был там, был дождь, сейчас я не знаю. Вот это вот то, что человек, который, он следит за своим разговором. И он, например, как нас учит Талмуд в трактате Брахот в самом начале, он нас учит Тилмат, Лешанхал, Амар, Эниюде. Научи свой язык, говорить, я не знаю. То есть, даже Мошер Абейну, когда он говорил, что завтра в полночь, он сказал, Махар Кехацот. Завтра как будто бы в полночь, да, то есть, рядом с полночью. То есть, человек, он должен понимать, что то, что он высказывает, является искажением реальности. Свидетель надежный. Он минимизирует эти искажения. И написано, что он не будет, Лои Козев, он не будет искажать. Он будет говорить максимально точно соответствующие ситуации, подбирая слова. А вот тот, кто постоянно искажает, в конце концов, он по-любому придет к лжесвидетельству. Он будет свидетель обманной, потому что тот, кто привык искажать, то он, естественно, он придет к лжесвидетельству. И последний на сегодня отрывок. Шестой отрывок. Бекеш, Лец, Хохма. Просил, хотел, Лец, это насмешник, Хохму, божественную мудрость. Ве Айн и нету у него. Ве Даат, Ленавон, Накэль. И познание для человека Навон, для человека, у которого есть логика сообразительного, оно ему легко идет. Значит, объясняет нам Малбим, что, ну, как мы знаем, уже Хохма – это божественная мудрость, которая приходит через пророков, и которую нельзя постигнуть никаким другим способом, а только ее получить. Получить от пророков или от людей, которые ее получили от пророков. То есть, это Тора. Теперь есть разные категории грешников. Значит, есть Ксиль. Ксиль – это который грешит, потому что он не может справиться с вожделениями. Есть Ивэль – скептик, который отрицает основы, вообще основы Торы. То есть, он скептически ко всему относится, он разрушает саму основу. Ксиль, он, наоборот, понимает, что это правда, но не может идти по этой правде. А Ивэль, он сомневается, что это правда. Есть еще такой летс. Летс – это насмешник. Это категория, это нет у него мозгов по-простому. Просто тупо он не понимает, поэтому он насмехается. Все, что ему непонятно, он – а-а-а, и-и-и, там, ну, то есть, он насмехается. Теперь иногда он все-таки хочет получить хохму, но не идет она ему, не дается она ему, это божественная мудрость. Потому что все-таки его позиция к миру – это не позиция, которая Тора говорит, что лучшая позиция – это талмит хохам, ученик, который хочет понимать, а не который хочет объяснять. Так вот, лучшая позиция – это талмит. Летс, он все-таки находится в позиции насмешника, он привык к тому, что он насмехается. И в какой-то момент он бы хотел получить хохму, а у него нету инструментария, у него нету, она на него, не входит она в него, да, у этого насмешника. Теперь, выдат ли навон на кель? Познание, познание для человека навон. Кто такой навон? Это тот, у кого есть логика, который мы вин давар, меток давар, понимает вещь из вещи. То есть, если человек привык разбираться, он ищет взаимосвязи, он ищет причины и следствия, он хочет понять, как работает, то если он развил себе вот это качество ума, да, навон, быть человеком, который разбирается, как оно устроено и хочет понять, то ему потом понять, да, то рада, понять, как оно работает, ему будет легко, потому что его мыслительный аппарат, его подход к жизни предусматривает то, что он привык разбираться, он может понять. Вот такая вот история. Значит, давайте подведем итог к сегодняшнему. Или давайте сейчас, чтобы быстрее идти, я хочу за 200 уроков закончить Мишли, так что мы еще один отрывок выучим сейчас коротко. Уже 20 минут, один еще успеем. Седьмой отрывок. Дальше он нам говорит в седьмом отрывке. Иди от человека ксиля, вот этого ксиля, это тот, который грешник, который знает правду, но грешит, потому что вожделения его побеждают, да, он не может с ними справиться. То есть уходи от такого ксиля, значит, уходи от такого грешника, потому что через него ты не познаешь слова, слова вот этого дата истинного познания. Значит, здесь еще раз нам царь Соломон, он напоминает нам один из главных законов мироздания. Это тоже слышал от Равыцка Казильбера, Зихраноцедейк Левраха. Ему задали вопрос, какие русские поговорки они, ну вообще, как относиться к поговоркам, да. В Талмуде часто используются на арамейском языке слова «амры инши», да, говорят люди, то есть, да, люди говорят. То есть Талмуд как бы признает народную мудрость. Его спрашивают, а как быть с народной мудростью русской? Он говорит, знаете, есть поговорки, которые они полностью, это народная мудрость, которая работает. И как пример он приводил поговорку «С кем поведешься, от того и наберешься». То есть человек, общаясь с любым другим человеком, он от него набирается качеств, мыслей на уровне неосознаваемом даже. Он от него впитывает, он от него впитывает. Теперь поговорка «С волками жить, поволчь и выть», он говорит, она не наша. То есть евреи не должны так себя вести, потому что ты не можешь, как бы люди не относились к тебе плохо, да, ты не можешь опускаться на такой же уровень и быть такими же, как они. То есть «С волками жить, поволчь и выть» не наша, ты не должен становиться волком. А есть третья, он приводил пример, которая иногда работает, иногда нет, это «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Он говорит, иногда действительно она работает, потому что с тем поведешься, от того и наберешься, это безусловно работает. Ты друг от друга набираешься, но это не всегда, что ты точно стал такой же, как он из-за этого. Да, теперь здесь нам идет седьмой отрывок, идет нам намек, чтобы нужно убегать от этого ксиля, потому что ты с тем поведешься, от того и наберешься. Вот рядом с тобой человек, который все время бухает, и он еще от этого получает удовольствие. Он тебе каждый день говорит, смотри, давайте я сейчас какой-нибудь коктейльчик забабахаю, давай пивка выпьем с рыбкой, давай. То есть ты ему говоришь, слушай, ну это я как бы пить, нет такое, что это прям грех-грех, давайте по-другому. Он, например, этот ксиль, он ест, ну некошерное что-то, да, вот он некошерное, и он так и чмокает, он и облизывается, и так ему вкусно, это все некошерное. И ты по-любому, по-любому, как бы от него будешь впитывать, да, зачем нужно себя ставить в испытание. Значит, уходить от этого надо ксиля, потому что его мировосприятие, его способ жизни, он как бы уводит его от Торы, да, то есть он уводит его от Торы. Поэтому нужно выбирать, с кем общаешься, и как можно больше общаться с умными, духовными, развитыми людьми вживую, через книги, через видео, через с кем поведешься, от того и наберешься. И давайте набираться хорошего. А сейчас мы общаемся вообще с Шлома Амеллахом. То есть, представляете вообще, как нам всем повезло, насколько это просто счастливое вообще течение всего, что только может стечься, да, это божественный промысел. Что можно сейчас сидеть и изучать мудрость мудрейшего из людей царя Соломона, Шлома Амеллаха. Он эту мудрость изложил, сформулировал в книге, мы можем ее понять, перевести, обсудить и сделать ее частью себя. Все, давайте сейчас. Для того, чтобы сделать ее частью себя, нужно сделать три вывода. Значит, три вывода какие, я для себя делаю выводы. Ну, нужно сделать три вывода. Можно вот три главных вывода. Для меня первый вывод это, что нужно силу быка переводить в силу духовную. И только если ты это умеешь делать, ты должен увеличивать силу быка. Если нет, то лучше и не надо. Но если ты уже в духовном плане, уже продвигаешься, то нужно делать обязательно зарядку, увеличивать свою физическую силу, потому что и конвертировать ее в духовную силу. Дальше мы изучили, что нужно не искажать, а нужно очень четко следить, чтобы быть вот именно в мире, в мире максимально, речь должна быть максимально приближена к фактам, а не к сыпать предположениями, разными идеями. Если ты даже сыпешь предположениями, то нужно начинать словами, не сейчас я тебе на самом деле объясню, а сказать, мне кажется, я слышал одно объяснение, я прочитал где-то, не помню где, что написано так-то, не помню как, ну и так далее. То есть в этом случае ты хотя бы даешь предисловие, в котором ты говоришь, что следующий кусок текста будет, ну, как бы ты даешь анонс, следующий кусок текста из источника, не помню какого, да, например. И, значит, и третье, что, что, значит, с ксилями, с насмешниками и с, тем более, с ивелями вот этими, да, которые с темтиками, да, лучше не общаться вообще. Все, вот мои три вывода, напишите ваши три вывода обязательно и повторите завтра. Все, удачи, успехов!